Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Если вы подпишетесь, Айка просто будет счастливая! Сегодня у нас бешпармах, который очень давно не был на моем канале. Это национальное блюдо Казахстана. Всем казахам огромный привет! Сегодня мы будем кушать его. Брокколи, здесь йогурт, айсти. В общем, домашняя еда, как и вы просили. Он, правда, готовится с лучком, но я лук не очень как-то люблю, если честно. Я его просто убираю вот так. Его запах, это достаточно для меня. Кстати, рецепт я вам обязательно оставлю в инфобоксе, так что переходите, готовьте. Мне очень нравится это блюдо, хотя оно очень похоже на азербайджанский обычный хинькал. Очень вкусно! Мясо какое! Сочнейшее! Так быстро темнеет, ребят! Это ужас! Встаешь пока туда-сюда, уже все, на улице темно. В этом плане я не люблю зиму, скучаю по лету, чтобы прям можно было даже мукопанк и в 8 и в 7 снять. Поэтому получается всего одно видео снять, но я сегодня еще планирую выложить вам влог. Такой большой домашний влог, ну да ладно. Последнюю неделю мы так угораем над Твиксом. Кто не в курсе или, возможно, впервые зашел на мой канал, Твикс это мой котик. Я уже, не знаю, где-то месяц замечаю, что Твикс постоянно просится в подъезд. И ладно бы он был бы не кастрированный. А тут кастрированный и прям просится в подъезд, умоляет, что пожалуйста. У меня в подъезде, то есть выход на лестничную клетку, там стоит дверь. То есть вероятность того, что в подъезде мой Твиксик потеряется, равна нулю. Но все равно я не понимаю сути, зачем ему этот подъезд. Я начала замечать, что каждый раз, когда я его пускаю в подъезд, или когда сама выхожу куда-то там в магазин и так далее, жду лифт, замечаю, что Твикс стоит всегда около одной и той же двери. Сначала как-то не обращала внимания на это. Всегда только у одной двери стоит. А последнее время я начала замечать, что он еще начинает, так знаете, немножко мяукать около этой двери. Мы с честными соседями не особо общаемся, я их просто не знаю. То есть особо таких отношений нету. Не потому, что мы типа в ссоре и так далее, но я знаю по пальцам пересчитать своих двух соседей. И то, как зовут, не знаю. И что вы думаете? Недавно я начала замечать, что там живет маленькая декоративная собачка. Это не шпиц, не знаю, что за порода, но очень... Малюсенькая собачка и это девочка. Блин, это так мило. Очень красивая собачка. Я даже сама себе хочу такую. Я просто не знаю, как порода называется. Она такая короткошерстная. Размером, как кошечка. То есть очень-очень маленькая. Шпицы почему я не хочу? Потому что шпицы, мне кажется, очень много волос. Это такая короткошерстная. Почти шерсти нету на ней. Я думаю, проще с ней будет. Она в уходе проще. И когда они выгуливают эту собачку, я время от времени начала замечать, что у них тоже собака. Тоже собака. Так говорю, как будто у меня собака. В общем, в последнее время замечаю, что Твикс как раз-таки пытается найти ее. Вчера мы сделали такой эксперимент. Пустили Твикса в подъезд. И сами в глазок смотрим, что он там творит. Прикиньте, что стоит около этой двери и начинает мяукать. Типа, впустите меня туда. Там, слава богу, никого дома не было. А то потеряли бы мы моего сына. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, неужели он просто хочет с ней познакомиться или подружиться. Я всегда думала, что собачки с кошками не дружат. Самое удивительное, что он кастрированный и все равно идет на запах собаки, девочки. Собака такая милая, реально. Если бы я была бы котиком, я бы тоже приударила бы за ней. В общем, мы его впустили в подъезд и таки смотрим в глазок. Прямо стоит около этой двери и начинает мяукать, просить, чтобы его впустили. Каждый раз именно эта дверь. Ладно бы он просто по подъезду гулял. Кто разбирается, возможно, меня смотрят ветеринары. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, почему так происходит. Ведь кот-то кастрированный. Возможно, ему просто не хватает общения. Не знаю, с чем это связано. Вообще, в идеале хотелось бы и собаку иметь, и кошечку. Но мама хочет шпицы, а я, наоборот, шпицы не хочу, потому что очень много, мне кажется, шерсти будет от него. Моя идея взять собачку с улицы, меня никто не поддерживает, начиная от моего парня, заканчивая мамой и так далее. Ну, я вот реально очень люблю животных. Очень. Я вот вспоминаю свою жизнь без Твикса. Скоро будет ровно год, как Твикс живет с нами. Я ему хочу сделать тортик. Я вам рассказывала, да, типа такой праздник, пати. Можно, конечно, было бы позвать своих родственников, у которых есть кошечки. У нас еще не в нашем подъезде, а в соседнем есть одна такая чекуля. И у нее шпиц. Вы знаете, он настолько маленький. Я сначала думала, что это малыш, а потом как-то я подошла к ней, говорю, можно погладить. Она такая, да, 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 конечно. Я говорю, а что он у вас не растет? Она говорит, он такой декоративный. Это очень дорогая порода. Она, типа, не растет. Вот такой вот шпиц. Прикиньте. Она еще его на стрижку записывает. И он прям как медвежонок. Это прям нечто. Вот как фотографии из Пиндереста. Вкуснотища. Как вкусно. Когда я говорю, что бешбармаха это казахское блюдо, на меня обижаются киргизы и другие национальности. Я на самом деле на 100% не знаю, чье это блюдо. Но у меня почему-то именно ассоциации именно с Казахстаном. Так что не обижайтесь. Вкусно очень. В последнее время вообще Твикс начал очень сильно агрессировать на бабушку. Бабушка его не любит. И он сам тоже начал агрессировать. растишка. Растишка. Выросло. Как я в детстве любила растишку. Я думаю, вот выросло. Буду каждый день наяривать растишку. Каждый день кушать чипсы. Никто мне ничего запрещать не будет. Кстати, квартиросъемщикам поменяли стиральную машину. Ну, как поменяли? Мы купили новую вчера. Просто сказали, что доставят в течение трех рабочих дней. Крупные магазины и доставляют и устанавливают и гарантии и все дела. Но у них чуть дороже, чем в других каких-то маленьких магазинах. Я решила опять не заморачиваться. Взяла нормальную стиралку. Я предложила маме ей купить новую. эту стиралку отвезти туда. Мама сказала, неохота эту отсоединять. Потом транспортировка, там соединять и все дела. Мама очень довольна просто своей стиралкой. Я очень надеюсь, что больше никаких проблем не будет. Все будет работать как часы. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю.